Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня я нахожусь на тестовом сервере. Сегодня у нас появились новые устройства на корпуса. Я решил зайти, записать видос, посмотреть вообще, что у нас здесь имеется. Поговорить немножко больше об этих устройствах на корпус. Сейчас их все дали на один корпус, дабы... Ну, не надо было там рассматривать каждый из корпусов. Чисто по тесте, чисто посмотреть. Ну и я, конечно, как бы не могу пройти мимо. Конечно же, хочется что-то рассказать, что-то показать. Ну и самое главное, задуматься о том, будут ли данные устройства вообще за донат. И какие вообще они будут. Понятное дело, что уже в видеоблоге говорили о тех устройствах, которые будут убирать либо поджог, либо заморозку. Здесь данные у нас устройства имеются. Ну и также есть дополнительные устройства, я так понимаю, что просто от защиты, да. Защита от фреза, защита от жиги. То есть это... Как это вообще получается? То есть если у тебя 50%, а ты берешь еще сверху резист 50%, то тебе вообще не наносит урон. Очень интересно вообще будет на это дело посмотреть. Запикаемся сейчас. Я думаю, что в катке быстро я все, конечно же, прикуплю, потому что еще не покупал. Самое интересное, наверное, для меня было увидеть здесь два устройства, которые одно увеличивает массу, другое уменьшает массу корпуса. Честно говоря, о утяжелении массы я как бы, ну, могу еще поговорить. Это в моем понимании. Это то самое устройство, которое тебе будет помогать там в выталкивании. Я так понимаю, что оно также будет влиять на скорость самого танка. Но если облегчить, то как бы увеличит. Меньше будешь как бы в мощности и в толкучке, но зато будешь в скорости более быстро передвигаться. Если я правильно понимаю, как это все дело работает, если что, можете меня поправить в комментариях. Ну и есть одно замечательное устройство, которое отключает вот этот вот эффект на гауссе с новым устройством. Это, конечно, жесть. Это очень хорошо, что такую темочку сделали, потому что порой бывает оно реально надоедает. И если бы еще бы, например, дополнительно бы здесь сделали бы устройство от овера хантера на корпус, мне кажется, это было бы тоже очень-очень даже достойно. Что касаемо боев, я не знаю, я нахожусь на тестовом сервере. Есть ли вообще возможность сейчас куда-то запикаться и полноценно рассмотреть хотя бы половину из данных устройств, я не знаю. Но давайте попробуем куда-то пикнуться, посмотреть, что вообще будет. Если вы хотите узнать мою точку зрения, то есть, как вы думаете, будут ли все эти устройства за донат или будут они за кристаллы, я, наверное, для себя на данный период времени в голове понимаю, что, скорее всего, большая вероятность того имеется то, что данные устройства на корпуса будут заданы. И здесь, ну, как бы есть много причин. Я могу сказать изначально сразу о том, что последние два устройства были заданы. Соответственно, шанс того, что эти устройства уже будут заданы, намного-таки, намного-таки больше. Так же, так, ладно, давайте быстро возьмем какое-нибудь, так, через HTML. Возьмем какое-нибудь устройство. Я изначально хотел бы вообще посмотреть устройство на именно защиту. То есть, если защита реально будет прям топовая. Сейчас попробуем быстренько выкачать резист, например, отжиги. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро прокачать и посмотреть. Изначально, как бы, да, можно подумать о том, что вполне логичным было бы тем, чтобы все устройства у нас были не за донат, а были за кристаллы, как это у нас было раньше. Но, так как их количество, я думаю, что не будет в максимальном на каждый корпус, то, что сейчас имеются все они на одном корпусе, это не значит, что они после обновления и выхода на основу будут так же само отображаться на каждом корпусе. Я думаю, что там каждому корпусу будет свойственно свое устройство, ну, либо там два устройства, но никак не все, да? Мы все это должны отлично понимать. Так, я понимаю, что я выкачал, да? Или я не выкачал? Выкачал у меня 50, да? Да, 50. Хорошо, одел. И одеваем теперь резист от, 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 от жиги. Где у нас резист от жиги? Ой, не то, не то, корпуса. Немножечко я тут запутался. Так, устройство от жиги установить. Так, самое-то интересное, наверное, два устройства, которые вообще хотелось бы посмотреть, как работают. Все остальное, ну, наверное, меня не так сильно волнует. Так, что за фигня? А что такое? Алло! А как? А как сняться с нее? А, во, все, снялся. Так, мне надо быстро найти жигу, дабы она по мне немножко нанесла урона. Если я не ошибаюсь, там в этой катке была где-то жига. Желательно, чтобы именно под нее я попался, дабы она немножко мне нанесла урона. Не вижу я, правда, ее пока что. Но, где она имеется, с камерой, конечно, на HTML до сих пор какая-то неразбериха имеется. Но жиги я не вижу в этой катке. Хотя, если честно, она, наверное, таки должна была быть, дабы я смог полноценно все это дело рассмотреть и показать. Так, ну, давайте попробуем перепикнуть. Ну, это, наверное, единственное устройство, которое на данный период времени, вот, реально, мне интересно посмотреть, да? То есть, все остальное там с массами, ну, это, ну, да, это, как бы, круто имеется. Но на данный период времени на тестовом сервере такие устройства на корпуса обозревать нету толку, да? Все, как бы, понятно. То есть, одно делает защиту, другое отключает, там, заморозку или поджог, да? Как бы, что мне показывать, как оно будет отключать. Но это понятно, что оно не будет просто никак действовать. Там на 100% оно отключается. Это значит, что, как бы, вы ничего уже, никакого эффекта не увидите. А вот, что касаемо такого устройства, которого я, к слову, никогда еще не видел. Здесь мне уже реально интересно на все это дело посмотреть. Ну, и круто, конечно, что есть там, например, от Гаусса вот это отключение эффекта. Будет интересно вообще, в общем и целом, посмотреть на все эти вещи. Ну, и у вас хотелось бы, как бы, тоже узнать, что вы думаете по поводу данных устройств. Не забывайте писать в комментарии, пока я гружусь. Я вот только не понимаю, почему я гружусь настолько долго, и меня никуда не забрасывает. Я даже эскейт, если я сейчас нажму, походу, ничего не произойдет. Походу, что-то у нас с данным нагибаторским сервером произошло или нет. Я не знаю, что здесь произошло, не произошло. Давайте попробуем вновиться. Не знаю, что мне подлагнуло. Если данное устройство, которое я на данный период времени одел, работает именно так, как я думаю, это будет что-то реально крутое. Это будет реально что-то крутое, что-то необычное. И самое главное, что меня сейчас интересует, каким корпусам будут свойственны какие устройства. Как я уже сказал, скорее всего, не будет такой возможности, то что у каждого корпуса будут все устройства. Сервер у меня лег, друзья. Сейчас я быстро попытаюсь перезагрузиться и продолжим. Или меня кинуло. А, вот, все кинуло. Даже не знаю, ничего останавливать. Смотрим. У меня есть резист, кстати, он как бы не отображается. Если я нажимаю R, да. А, на R тоже и не отображается. Так, есть, да, устройство. Вот, у меня джиги показывает оно на корпус. Поэтому смотрим. Главное осталось найти жигу, 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 жигу. Где жига? Никаких жиг, к сожалению, я не вижу. В той катке жиги были изначально. Сейчас здесь, я так понял, что никаких жиг немая. И это, если честно, очень-очень даже плохо. Потому что мне, честно говоря, в сегодняшнем видеоролике хотелось посмотреть исключительно на данную вещь. Но никак не смотреть на какие-то другие устройства. Но если даже задуматься о том и логически поразмышлять о устройстве. Да, то есть если, ну, как бы не проверяя, а вот именно задуматься. Сейчас у меня просто нету никакого нагибатора, который бы мне мог бы помочь. Проверить данное устройство, да. Но у вас у каждого есть своя возможность тоже зайти там на тестовый сервер. То есть я, как понимаю, если у меня есть 50% защиты от жиги. Я дополнительно беру еще 50% защиты. И получаю эффект 100% защиты. И тогда в матчмейкинге вас сможет пробить только... Что? Правильно. Харек. С овердрайвом на жиге. Другой возможности пробить данный танк не будет. И бессмертные танки... Блин. Что-то жесткое, если честно. Но мне будет очень интересно на все это дело посмотреть. Как это все будет работать. Что касаемо массы. Тоже пока не до конца понимаю, как это будет полноценно работать. Уверен, что сейчас здесь на тестовом сервере, как я уже сказал, данные два устройства не имеет смысла никакого проверять. Как это будет работать. Ну, незначительно. Я думаю, что там будет что-то меняться. Там скорость. Масса. Но, что касаемо вот этих вот двух резистов с защитой дополнительной. Это будет реально что-то новое и что-то крутое. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился. Если вы имеете свою какую-то уже точку зрения по этому поводу. Если вы что-то думаете, что-то знаете больше, чем я. То по этому поводу жду обязательно ваших комментариев под данный видеоролик. Расскажите мне какие-нибудь вещи, которых я сегодня не рассказал. Может быть, я сказал что-то неверно. Вы знаете лучше. Напишите. Мне будет интересно все это дело, конечно же, почитать. И, возможно, даже для зрителей будет тоже какая-то новая интересная полезная информация, которую вы сможете написать в комментариях. Также, друзья, не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал. Ну, а с вами был Мистер Ваньков. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.